всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала я вышла на улицу потому что очень много работы погода восстанавливается отдела платок который мы заказывали любимого сельке приходили нам вещи на обзор и мы там с юли заказали себе два платка юля говорит это еще пару штук надо чтоб для улицы были и для дома на кухне когда там стряпы и чтобы волос никакой не упал особенно вот у меня длинные я полечила не было выпадания вот сейчас когда переболели пили лекарства и смотрю опять прям вот кончики начали секутся и волос начал прям чуть ли не пучками выпадать поэтому нужно снова браться за лечение волос а то у меня тут аж прям вот в этом месте есть залысина что у меня тут солнце и в камеру засвечивать со мной тут рыжик вокруг да около ходит вам желаем отличного настроения всего вам самого наилучшего оставайтесь с нами и смотрите какой у нас будет влог чем мы будем в нем заниматься мы приехали сашей домой я загрузила видео покушала это видео вы уже конечно посмотрели еще получается ну как вчера а у нас продолжается 8 число мы будем убирать придомовую территорию потому что были ветра где-то что-то налетела плюс еще нужно про грабить где какие сухие там ветки хотя конечно уже трава ковром скоро надо будет все это косить мы вот саше думаем стоит нам покупать триммер чтобы с ну пока мы здесь находимся трава после дожди здесь очень быстро растет и поэтому косить нужно тут практически регулярно но и опять же собой опять ну как бы потом перевозить это мы будем как транспортной компании вещи отправлять вот и думаем то ли тратится только не тратится вызывать также человека как мы пользовались прошлом году и уже чтобы нам косили травой зарастать мы точно не будем еще что у нас сегодня по плану убрать придомовую территорию потом побелить деревья опять много наболталась вот со мной рожек тут я не тут у меня кисуни как всегда играются да ну мой сладкий всем привет будешь махать лапкой всем привет скажи наши дорогие погода восстанавливается поэтому работы очень много болтаю тоже очень много и кого там бабочку ловишь иди сюда иди сюда айда мой чук и гек как мы их только не называем его я рыбу чистила на котлеты пахнет рука видно еще ну все хватит болтать пойду позову олю с собой все вышли погулять час минут 15 погуляем каролиночка пойдет у нас на дневной сон мечи по 250 рублей то мне кажется они одинаковые нет вот этот поменьше да да не мне кажется они одинаковы и дороги каролиночка обман зрения вот этот мягкий прикольный мячик большой бы такой да помнишь как у нас был большой больше мы его в омске оставили огромный у нас такой это подкачать она так слегка подкачал и ну вот это говорит я снимает то понятное дело нас нас уже есть специально девочка вот и красный но розовый точно не для мальчиков этот еще ладно более-менее нейтральный цвет смотрите у нас он черно-белая кошка которую мы забрали у светланы но и когда приехали дом покупали вот эти нам кошки две достались серая и вот это черно наши соседи забрали у нас светланиных двух котов полученную кошку и кота который тигруша они сбежали чуть-чуть побыли там и обратно сбежали напротив бабушка сказала заберет она хотела рыжих у нас но рыжих мы не отдадим наших мы с собой в сибирь заберем говорит поймаем я их закрою дима уйди с дороги быстро это что за дела такие ярослав тоже с того участка ушел быстро бегом с того участка короленочка как всегда у нас камешки кидают посмотрите клещей собирает здравствуйте не топчу не топчу хорошо вам лежится охрана ваша да сейчас тоже уляжется ну чего думали то вставай доченька вставай надо вдруг клещи надо проверять они хоть с улицы заходят мы всегда их проверяем всех полностью спасибо моя принцесса стой дай поцелую будь здорова а вы не здоровались нашими зрителями вообще в этом ролике еще не здоровались а что голубь лежит значит либо сбили либо это кошки поймали знаешь когда я мяч покупала любите знаешь что мне напомнило у тебя дома был помнишь с рожками ну большой я же тебе говорю был у нас огромный большой шарик шар мяч мы его оставили вообще много чего оставили сейчас еще минут десять поиграет погуляет и все можно на дневной сон а мы пойдем ну и за работу и за работу работать он живой нет он ниже голубь ну зайка бывает такое это природа зай от нее никуда не убежишь вечно ничего нету убрала я тут у ребятишек где они тут себе строили мусор там бутылки сейчас еще он пойду пакет другой возьму уберу там какая-то ткань что ли поля тут разделась говорит жалко жарко ребятишки там еще играют набрали вот уже один пакет унесли вот еще пакет и ведро где стекла потому что детки же бегают играют все сейчас наведем порядок здесь эту территорию мы уже убрали на той территории еще бумажки салфан собрать где бутылки и все и приступим белить да оля но сегодня на сегодня передавали 18 градусов завтра 26 или 27 по-моему что такое в чем будем гулять а зачем а что голову не напекло оля в комментариях спрашивали уже под несколькими видимо не беременна ли ты ем много потому что марина вкусно готовит и пирожки и все что это и как же тут не поесть конечно поправлюсь нет не беременная оля оля поправилась у нас хорошо просто поправилась говорит перейти у оли 2 мая день рождения конечно на море мы на день рождения не сможем поехать хотя посмотрим как там по выходным но в конце мая когда у нас дима закончит первый класс мы соберемся и поедем на отдых да оля может быть в сочи может быть геленджик или в анапу куда-нибудь поедем примастимся помнишь оля когда но оля вообще мало где было в каких местах и мы поехали в яровое отдыхать на вот это вот яровое озеро которое ну как она соленая жена ну как утонуть в нем невозможно потому что ты на поверхности мы олю оттуда выгоняли она я пойду выйду подышу свежим воздухом а мы отдыхали получается на причале 55 регион там есть ну как причал 55 там есть это то есть амичи 55 регион и все и мы пошли палатку там поставили у нас тогда минивэн большой был оля выйдет говорит я пойду погуляю подышу свежим воздухом смотришь она уже купаться в глаза конечно если попадет щипать будет потом оля раз быстренько через дорогу там в душ бегала полоснулась чистой водой прибежала опять побежала купаться так и бегала на весь отдых а потом мы поехали на рыбалку отдохнули хорошо здорово счастливые моменты правда задумалась оля сразу воспоминание ударилась ладно пошли дальше работы языками чешем и чешем вот это известь у меня которую мы покупали гашеная но мне не нравится с ней работать я люблю больше всего камнями и самой ее гасить не знаю наверное уже просто привыкла я сейчас побелю эту сторону вот эти наши плодовые деревья сколько мне здесь хватит а потом пойду заведу эту камнями эту здесь гасить ее буду чтобы на той стороне или там где у нас сливы растут у меня оля сейчас оператор пока я здесь работаю у меня там он ребятишки на песке играют червей для курей копают попросили лопату взять петя у нас один гулять куры еще одну не выходили из сарая и чуть позже пойду кормить и выпущу сегодня хорошая погода пусть пока пошла пока на огороде нет ничего мы еще не сажали ничего страшного которая ушла далеко нам в прошлом году получается осенью когда я белила деревья в зиму уже да осенью наша зрительница написала что на рынке в кропотке женщина продает изис ну у нее там столик такой небольшой как в рынок заходишь со стороны стоянки ну я возможно так ее и поняла там корма рядом продают рыбный отдел и я вот у той женщины два пакета покупала а потом Юля еще сходила в нашем магазине здесь тоже изис привезли и Юля взяла я говорю потому что белить очень много нам надо дожди стояли пока не белили ветер был сегодня хорошая погода дождей вроде бы не ожидается хотя сначала по погоде говорили что будет дождь ну точнее написано было ну тучки разбежались вчера вообще две капли да Оля упала поморосил поморосил ну немного и все ладно буду работать потом уже конечный результат вам покажу обелила я эту сторону у меня даже здесь еще осталось я думаю что на столбы вон на те хватит вот Оля поверни покажи на те столбы и пойду уже заводить точнее гасить как она приготовится в это время пока будет она гаситься я пойду чай попью и уже ту сторону и с Олей пойдем эту куртку я отправила уже для работы по хозяйству там на рыбалку во дворе когда прохладная погода потому что ну я ее покупала ой в 2018 году если не в семнадцатом она уже местами где-то у меня тут вот клок Оля мне зацепила да Оля улыбается стоит Манечка нельзя как это тут все поэтому я ее отправила для работы по хозяйству нам очень много прислали курток бедровок прислали очень много и без рукавок поэтому носить у нас есть огромное всем спасибо кто нам присылал поэтому мы с этими вещами очень бережно относимся что-то нам не подошло мы поделились в нашей зданице знакомая есть девочка мы ей все показали там что-то ну Оля или Юля была маленькая я то вообще он этот как вопло со всех сторон тонюсенькая поэтому у меня 42 размер маленькие я долго ношу то есть я не поправляюсь только когда беременна там с Каролиной когда была беременна я вообще была 67 килограмм помнишь у меня попаю прям на лицо такая прям взбитое все такие эти объемы в общем теперь они мне конечно большие я потом Оле это все отдала смотри королинчик капошица сидит пока мама на улице она не заходит Юля пошла обед готовить как я уже говорила нет она тут с нами да доча да ходит ну ладно все пошли дальше работать ну ладно так Субтитры сделал DimaTorzok Вынесла из дома вот такую вот известь Это Юля брала в нашем магазине, который рядом, ну на нашей улице Две пачки такие, сейчас я ее отправлю гаситься Оля уже с Каролиночкой пошли домой, там руки мыть, одежду всю в стирку А я пока поставлю гаситься И уже чай попью, выйду на ту сторону и уже пойду на эту Где вот, ну задний двор, где слива у нас растет, в общем туда пойду Так я сейчас выгляжу Ну ничего, нормально Мне не на танцы, никуда Знаете, что еще хочу вам сказать, поделиться точнее с вами Пока никого нету на улице, никто не отвлекает В общем, нам на WhatsApp написали, в общем, наши зрители Ну, это как я думала, в общем Спросили у нас по поводу Светланиных двух щенков, вот этих вот рыженьких Говорит, можете, ну привезти типа к нам в станицу, так и так Не буду уже называть название станицы От нас она находится в районе 80 километров Договорились, в общем, все Созвонились, договорились, я говорю Мы как раз купили им от глистов, в общем, от блох Я говорю, вам я это все, ну, привезу, отдам С собакам корм, в общем, купили Потому что мы все равно им добавляем Как бы там витамины Ну, и Светлана их, то, что приучила И собак, и кошек добавлять Ну, вообще, она их кормила только одним кормом Димочка у меня пришел И так получилось, что мы все это Саше подготовили Постелили на заднем сиденье плед В общем, взяли мы щенков, поехали Приехали В общем, мы как, из дома сообщили о том, что мы выезжаем Договорились на какое время Мы сказали, ну, как бы, скажите там адрес, куда подъехать Нам сказали название, в общем, станицы Как подъедете, в общем, позвоните нам Мы вам скажем улицу, номер дома и подъедете Ну, и как вы думаете, что никто ничего потом не ответил Мы с Сашей 80 километров туда 80 километров обратно Приехали, обратно привезли домой этих щенков Поэтому я очень прошу Если с такими предложениями И, в общем, промотаться за взглядом Я не знаю, может быть, это была такая злая шутка Или там посмеяться над нами Ну, захотели или еще как-то Бог вам судья по этому поводу За такой поступок Щенки у нас дома Обязательно найдем им дом И будут они, в общем, охранять Веселить своих новых владельцев Все у них будет хорошо Но так поступать нельзя Очень, конечно, я расстроилась Во-первых, это потраченное время Это потратено Средства на Хоть и на газумы сейчас Но это тоже То есть Я бы лучше бы детям что-нибудь купила Вкусного Или из игрушек И я не знаю Даже тем же собакам на эти деньги Я бы купила корм Ну, и покормила бы Так, конечно, очень неприятная ситуация Но бог Бог с этим Ладно, поделилась, в общем, с вами Такой неприятной, в общем, ситуацией Ладно, хватит болтать Пошла я дальше работать Все, выпустили мы с сыном курей Кур, петухов Дима решил их тут немножко побаловать Сарай будет проветриваться, стоять Пусть копошатся ходят В общем, у нас 17 несушек Но это вместе с Катей И петухов Раз, два, три, четыре Так, четыре, сынок Пять, да? Шесть Шесть петухов Но это вместе с Венечкой А где Веня? Где Веня? Так, у нас Петя, который нам достался в наследство Потом, которых мы покупали цыплят У нас осталось Четыре петуха молодых Ну, да, шесть петухов Красивенькие все такие, разные Вот этот у нас сибирский Да? Ну, красные куры Галашейка очень хорошо несется Так, у нас вот беленькая А где еще беленькая курочка? А где еще белая курица? Пусть, она вон туда успеет Вот она Где? Нет, белая еще одна А, белая? Куда? Так Так, не поняла Ну-ка, что-то я не досчитал А, она, наверное Ну-ка, сына, сходи, посмотри Тихонечко Может быть, она несется Это что, яйцо лежит? Да Это кто успел уже снеслись? Только сейчас белая Только сейчас снесла Ну, что себе Ты что? Только сейчас прям Это белая отошла Клинами Иди сходи, посмотри Тихонечко Только не пугай ее Вон она за этим Сын Где мы яйца собираем? Бабуля же еще Бабуля, смотри Белая сейчас отошла От этого яйца Вот тут-то прям снеслась Прям под камеру Белая? Да А, не, не белая Это красная Это красная Белая-белая яйцо несет А Вот здесь курица Здесь курица несет А, ну все Ну все, все Не трогай курицу, сынок Не ходи Так Девять Я девятая занесла Так, восемь Десять Вон десятое там несет Нет, там одиннадцатый несет Нет, кисадик Курочки не свети Кидай вот так Прям размахивай Не так высоко Вот так Вот так Это мало Да, все, все Хватит, сыночек У них в кормушках есть Пусть они грибут Червячков Ты уже чай попила? Нет Нет? Ну пойдем вместе пить Пойдем Там бабулечка Скажи Кушать готовит Бабулечка Только сейчас курица Вот это вот Курица Вот там уже Зайнулась Да? Только сейчас Зайнулась Вот здесь вот И сейчас они будут Молодцы Ладно, пойдемте уже Пойдемте Пусть они виноваты Ну Мы уже с Олей попили чай С бутербродами Юля у нас готовит Сегодня у нас будет На ужин Картофельное пюре Голень Тушеная в сметане С майонезом И грек Вот так Как всегда Как всегда у нас Что-нибудь Из выпечки Всегда есть Конечно Не всегда получается Все это снимать И показывать Смотрите Все это делила Она прям ярко-белая А та такая Смотри серая Да И уже высохло Сколько прошло? Часа полтора Наверное прошло Где-то так Да Пойдем мы сейчас Ту сторону выбелим Я уже кастрюлю Вынесла Ребятишки гуляют Каролиночка У нас на дневном сне Уже все Она уже спит Смотри Кархаровцы Как всегда Все пошли работать? Пошли Продолжение следует Это ребятишки Тимоха Ярик Дима Они тут Вот так Качались И она Обладилась Надо отбелить Я что-то Сейчас начала Белить И вообще Из головы Вылетела Ножобку Надо было Принести И черкануть Ну ладно Подсохнет Потом побелю У меня там Тем более Этот Специальный Есть Замазывать Берили Ничего Ты руки помыл? Покажи Гренки Кушает Вкусно? Вкусно? Вкусно Сейчас мясо Сушится С овощами И можете Кушать уже На свежем воздухе Хорошо естся Да? Да Красиво Становится Здесь Очень 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 Борова Обнялись. Деревья. Обнялись. Это вишня. Это у нас вишня. Каролиночка проснется, покушает и пойдем снова гулять. Пока на заднем дворе будем убираться, вот на этой территории. Она еще погуляет. Там как раз надо тоже побелить. Домой заходить не хочется. На улице хорошо. Что, пойдем на дискотеку? Пошли. К вам переходить. Хорошо. Вася. Хорошо. Хорошо. Домой заходить. Домой заходить. Домой заходить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будем прощаться в этом ролике А то на съемку отвлекаемся Надо еще очень много дел делать Давай проживешь Ты тоже белил? И шапка неправильно одета Все на векре Ладно, на улице все равно бегаешь В этом ролике мы будем с вами прощаться Увидимся мы с вами совсем скоро Всем-всем огромное спасибо, что находитесь Своё многоценное время на нашу семью Пишите нам комментарии, пожелания, советы И многое другое полезную информацию Ну, будем прощаться А то работы очень много На съемки отвлекаемся Будем дальше продолжать Наводить красоту, ее вы увидите уже В следующих роликах Всем крепкого здоровья Всего вам самое лучшее До новых встреч Пока-пока